Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на канале Счастье в нас самих. И сегодня, как и каждый день, совет на день. И мы сейчас посмотрим, что же посоветует нам Таро в пятницу. Что делать, что не делать. Ну и куда, собственно говоря, может быть и пойти. И первое, что могу сказать, в пятницу будет очень много работы. Но работы, ну для тех, у кого работа связана с интернетом, для тех, у кого работа связана с компьютером, точно могу сказать, будет большое количество заданий, для которых нужен будет поиск информации. Ну а, соответственно, где мы на сегодняшний день ищем информацию, 99% информации мы ищем в интернете. И, соответственно, будет именно такая загруженность. Для тех, у кого бизнес не связан с компьютером, будет работа с документами, с чеками, с инвойсами. Вот такое ощущение, будет определенная подготовка к отчетам. И эти отчеты могут быть как для компании, в которой вы работаете, так и для вашего бизнеса. Больше всего и ярче всего я это вижу. Общение, общение, которое, по крайней мере, в начале дня будет происходить, будет происходить через электронную почту, соцсети, мессенджеры. Именно такое вот из того, что я вижу. И для того, чтобы собрать всю информацию, которая нужна будет вам в пятницу, вам нужно будет подключать еще людей, которые тоже будут отвечать на ваши вопросы. Переживать. Вот что-то у вас будет не получаться. Сразу вижу, что-то будет не получаться. Какую-то информацию вы, видимо, не сможете сразу найти и будете переживать. Самое интересное, будете переживать и в чем-то винить себя. Ну, смотрите, винить себя, вообще винить себя, ругать себя, говорить себе что-то неприглядное по законам вселенной вообще-то запрещается. Ведь так, как вы к себе относитесь, так и относятся к вам другие. Как вы видите себя, так вас и видят другие. Я не знаю, может быть, вы замечали, что иногда бывает человек, вроде бы ничего в этом человеке нет, ну, не красавица или не красавица, никакими качествами, такими экстраординарными человек не обладает, но вы начинаете общаться с человеком и, соответственно, вы чувствуете, что это называется харизма, наверное, человек харизматичен и человек вас притягивает. Вы даже иногда не можете понять почему, а это внутреннее состояние, внутреннее ощущение человека. Вот так он или она относится к себе, соответственно, и притягивает к себе вот такое отношение. А вот ругать себя, обвинять себя в чём-то, это и притянет к вам ещё больше этого. Плюс ко всему, если дело касается рабочего процесса, вы затянете именно получение результата, затянете получение информации, и вот по причинно-следственной цепочке можете испортить себе настроение на весь день. Подумайте об этом. Ну а выбор, как всегда, ваш. Я знаю, я всегда слышу ответы, я всегда слышу, ну, это же бывает и на личных консультациях, и человек сразу находит миллион причин, миллион идей, почему вот так и почему. А плюс ещё, тут ещё не только себя, тут ещё, может быть, будете винить кого-то, но это точно так же бессмысленно, скидывать ответственность и вину на кого-то. Самое лучшее не винить никого и не винить себя, а просто успокоиться и продолжать поиск. Или, если действительно уже видите, что не получается, переключайте свои действия, своё внимание на что-то, в чём вы уверены, что вы можете прямо сейчас сделать. Всё-таки будете раздражены к концу дня. Всё-таки, вы знаете, у вас будет такое состояние, вот, кому-то что-то, вот, на кого-то накричать, кому-то что-то неприглядное сказать, на кого-то напасть. Ну, смотрите, выбор ваш, это ваша жизнь. Это всё можно избежать. А каким образом, я уже сказала. Я вам честно скажу, я смотрю на это и улыбаюсь, и всё, и уходит напряжение, уходит именно всё, что мешает. Подумайте об этом. Это в ваших руках. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!